здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы с вами свяжем вернее не свяжем разберем вот этот вот пуловер джемперочек девчонки я быстренько я вам обещала вчера это видео быстренько вам его и выкладывая потому что он он вяжется совершенно одинаково с тем которые мы вязали вчера вернее видео было вчера вот и эту часть я разбирать не буду потому что смотрите вчерашнее видео смотрите экспресс мастер-класс по этому джемперу и все в точности как я там рассказываю все вы свяжете рассчитаете на свой размер и свяжите вот все у нас там точно точно так же как и в этом пуловере единственное отличие что горловина лодочка для горловины лодочкой мы просто в этой модели я замечу что там закрыты петли и набраны петли и все там даже нет вкусов там хорошо очень хорошо видно что скосов как бы нет сокращения на выреза горловины там просто закрыты и набраны петли сделано такое прямое ровное отверстие и все и получается горловина лодочкой и еще одно отличие в рукаве вот я возьму даже вот эту старую схему еще не успела ее выбросить здесь у нас старой модели 23 сантиметра вот эта вот часть ширина рукава то в этой модели она будет меньше вот так вот я настоятельно рекомендую пересмотреть внимательно то видео то есть здесь где-то 15 сантиметров то есть рукав без от ворота он идет вот сюда где-то на три четверти и по уже здесь рукавчик вот и горловина лодочкой то есть здесь сделано отверстие все все остальное одинаково единственное на чем там чередуется два узора вот такой вот красивый край вот по низу далее идет вот этот вот узор на основе платочной вязки здесь вот такие вот вытянутые петельки что я вам сейчас и покажу вот эту вот вязку ее можно применить во множество и на юбочки и на маечке куда угодно так что это вам пригодится значит число петель девчонки кратно 7 плюс одна петля я здесь буду вязать один рапорт вот так вот он будет выглядит то есть сам рапорт состоит из вот одна петля отсюда и до вот этой вот одной петли вот 17 петель плюс одна петля у меня будет для симметрии и плюс 2 кромочные то есть у меня на спицах 20 петель и так кромочную понятное дело снимаем я ее озвучивать не буду буду озвучивать сам рапорт лицевая накид лицевая 2 изнаночные 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 Лицевая Накид Лицевая Вот эта лицевая, она уже у нас не из рапорта Она для симметрии То есть здесь у нас между вот этими вот ракушками Накид, лицевая, накид Это я говорю для тех, кто уже будет вязать не на образце, а на большой части Вот Значит, итак, здесь у нас 6 лицевых И между ними по 2 изнаночные Это я так, для повторения, для ориентировки Здесь мы вяжем по узору 1 изнаночная Накиды провязываем изнаночной И здесь по узору Изнаночная, 2 лицевые Изнаночная 2 лицевые Изнаночная Все изнаночные ряды, я их из видео вырежу Мы вяжем по узору При этом накид мы провязываем изнаночной петлей Все, это один раз я вам сказала Далее я просто четные ряды все буду из видео удалять, чтобы было понятно Так, третий ряд 2 лицевые Накид Лицевая, 2 изнаночные 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 Лицевая, накид, 2 лицевые Кромочные 4 изнаночный ряд 5 ряд кромочная 3 лицевые накид лицевая 2 изнаночные 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 лицевая накид 3 лицевые то есть у нас вот эта часть вяжется без изменений средняя а здесь вот у нас видите 1 центре начинается далее идет расширение за счет вот этих вот накидов то есть петли добавляются не пугайтесь петель добавится много они все потом сократятся 6 ряд по узору 7 ряд кромочная 4 лицевые накид лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая накид 4 лицевые восьмой ряд изнаночный так девятый ряд 5 лицевых 2 3 4 5 кромочная шестая накид лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая 2 изнаночные лицевая накид 5 лицевых 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 10 ряд изнаночный, так, 11 ряд, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, теперь мы провязываем лицевую и 2 изнаночные вместе, то есть лицевой 3 вместе, далее снова 3 вместе лицевой, 3 вместе лицевой, 3 вместе лицевой, то есть 5 раз мы провязали, все изнаночные мы сократили, так, еще 1, 3 вместе лицевой, и 6 лицевая, 6 петель у нас здесь осталось, и с 16, здесь накид и 6 лицевых, изнаночный ряд по узору, здесь у нас уже получается, что изнаночный ряд, 12 у нас все изнаночные петли, здесь уже лицевых нету, и 13 ряд последний, вяжем таким вот образом, здесь у нас 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, накид уже не делаем, здесь мы провязываем 3 лицевые вместе, 3 вместе лицевой, и 3 вместе лицевой, и далее первую мы накидываем на вторую, то есть вторую протягиваем через первую, таким образом мы сократили 5 петель, и осталась у нас вот эта ракушка, образовалась из нее одна петля, далее лицевые петли, все, далее мы переходим на платочную вязку, вот здесь мы закончили с этими ракушечками, с краешком, вот она, видите, вот таким вот образом, так, далее у нас платочная вязка, что касается платочной вязки, именно на образце, девчонки, у нас там, вот это вот вытянутое петли, сделаны через 9 рядов, 10, вот здесь вот у меня 9 рядов промежуток, здесь у меня 8 рядов, ну это я пробовала, но вы можете сделать чаще их, реже, в общем, на ваше усмотрение, как угодно, я сейчас не буду вязать эти 9 рядов, я просто вам покажу эти вытянутые петли, как я делала, значит в лицевом ряду, это важно, в лицевом ряду именно продеваем, ну мы по сути вяжем двойную лицевую, то есть я продеваю в петлю спицу и два раза захватываю нить и продеваем, все, здесь у нас две петли, ну то есть два захвата нити и так вяжем до конца ряда. Кромочную мы провязываем просто кромочную и изнаночную, как обычно. Далее, что мы делаем, мы в изнаночном ряду вяжем лицевыми петлями, но вяжем лицевую и вот эти вот как бы два накида мы спускаем. Таким образом, получаются вот такие вот спущенные петли вытянутые и прекрасный летний узор, который можно комбинировать, варьировать и всевозможно им играться. Так, все, девчонки, вот все, что касается узора, все, что касается модели, пожалуйста, переходите на то видео и считайте, рассчитывайте. Вот, все у вас получится, я уверена, все у вас получится, все там очень просто. Я же со своей стороны попрошу вас подписаться на инстаграм и на группу в фейсбуке, чтобы быть на связи, чтобы не теряться в случае блокировки ютуба в России, потому что у меня большинство зрителей именно из России, а я вас терять не хочу, не хочу. Поэтому, девчонки, подписываемся. Ну, в принципе, все. На сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok